Доброе утро, дорогие братья и сестры, несочувствующие. Первый фессалоникидцам сегодня, 3 глава, с 6 по 8 стихи. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Условно говоря, этот отрывчик можно обозначить отчет Тимофея о поездке, о походе в Фессалонику. Что он принес? То есть мы видим, вернее мы помним из прошлых наших видео, что Павел не мог в данный момент пойти в Фессалонику, пойти поучаствовать как-то в жизни этих фессалоникийцев. Он вынужден был уйти спешно и не мог к ним прийти. Он убеждал многократно, многими словами всякими, убеждал их, что он любит их и что это не было. Его отход не был связан с тем, что они ему надоели или что-то подобное, но просто вот так бывает. И последний аккорд, что ли, доказательство того, что он их очень любит, он посылает к ним своего верного слугу Тимофея, вернейшего из верных. Посылает, отдает им буквально того, в ком сам очень нуждается. И мы понимаем с вами, что это не путешествие на два дня. Там на самолет сел, слетал туда, поговорил с ними, посмотрел, все нормально. Ну, на следующий день на самолете вернулся. То есть, понятное дело, что путешествия подобного рода занимали время, недели, я думаю. Потому что все было пешком, на осликах там, ну, понятно. И это была его жертва. И теперь Тимофей приходит и рассказывает о том, что у них все нормально. Вот все у них хорошо, говорит Тимофей. И так, что даже Павел обрадовался, утешился. Ну, вот, потому что Тимофей сказал, ну, просто все. Это Павел, не переживай, все классно у них, все круто. А что же такого крутого сказал Тимофей? О чем он? Что он увидел, что заставило и его обрадоваться, и Павла, и всех спутников. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей. И что вы всегда имеете добрую память о нас, желая видеть, желая нас видеть, как и мы вас. То есть, Павел говорит, мы, имея в виду всю команду, то есть, они коллективно переживали за фессалоникийцев. Не был какой-то Павел уникальный человек, такой, что вот он за всех переживает, а всем остальным пофиг. То есть, это действительно была команда людей, объединенных одной целью, одним порывом. И, собственно, они тоже переживали за фессалоникийцев. И вот, что рассказывает Тимофей. Говорит, прихожу к ним, а там что? Вот, знаете, нам по-человечески хотелось бы слышать вести подобного рода, что... Помните, там, например, фессалоникийцы, чувствуется, получили хорошо от своих иноплеменников. Написано, как в 14 стихе, что вы тоже претерпели от своих иноплеменников. Вот, и вот, когда рассказывают вести из другой страны, из другого места, где происходят гонения всякие, неприятности, первое, что хотелось бы слышать, ну, как там у них? Все закончилось? Ну, и Тимофей говорит, ну, да, да, все нормально, все закончилось. Спокойно живут теперь, никто их не трогает. И Павел такой, фух, хорошо. Слава Богу. Но мы не видим таких слов. Мы не знаем, кстати говоря, даже закончились вот эти вот неприятности для фессалоникийцев к тому моменту или нет. Но то, о чем говорит Тимофей, он говорит, он принес весть о вере и любви. И смотрите, вот это, видимо, основополагающие, ну, не видимо, а точно, основополагающие вещи, которые должны быть в жизни Церкви. И все тщетно. Все там всякие красивости в Церкви, удобства, наличие большого количества служений, ну, и просто каких-то дел, мероприятий, собраний. Вот, наличие аппаратуры, ее качества, наличие людей, которые могут этим всем рулить. Все это ерунда, на самом деле. Вернее, не то, что ерунда, это все важно, но это вторично. По сравнению вот с тем, о чем говорит Тимофей. О вере и любви. Вот, если есть в Церкви вера и любовь, то тогда все остальное будет очень таким классным, хорошим дополнением. Если веры и любви нет, то тогда, как бы, все вот это вот превращается, ну, все, что я перечислил, превращается в такой пустой звук. Кимбал звучащий, ну, да, вроде гремит, звучит. Отчеты можно классные писать, фотографии красивые выкладывать, но в этом не будет жизни. И, кстати говоря, есть люди, вот, к сожалению, к сожалению, когда они смотрят на вот эти вот вещи, на подобные вот назидания, говорят, да, вот в Церкви должна быть вера и любовь. А вот в нашей-то Церкви нету любви. В нашей-то Церкви и с верой что-то слабовато, а с любовью это точно вообще все плохо. То есть, подразумевая, что меня никто не любит, ну, или как-то там относится так, как я бы вот, вот по-другому бы я хотел, чтобы ко мне относились. Вот. И, к сожалению, к сожалению, ну, это вот, конечно, признак вообще большой-большой незрелости, ну, какого-то детства духовного. Что человек ждет, что к нему все это будет проявлено. Но понятное рассуждение, банальное, в общем-то, но если каждый в Церкви будет ждать внимания и любви к себе, ну, это не только к Церкви, кстати, относится, это вообще любой коллектив, любая общность, семья в том числе. Если каждый член этого общения будет ждать, что к нему будет проявлена любовь, то есть он не будет ничего делать, будет сам ждать, то, в общем-то, любви там не будет однозначно, ниоткуда ей будет взяться, потому что все сидят и ждут. Но любовь в Церкви и вера появляются тогда, когда каждый ее проявляет. Понимаете? Вот эти вот слова досадные, что в нашей Церкви нет любви. Ну, это означает просто, что сам человек ее не проявляет и не благодарен за ту любовь, которую на него Господь изливает через собрание. Потому что я верю, что в каждом собрании все равно есть люди, больше или меньше, но они всегда есть, которые, ну, такие прям, ну, они прям желают следовать за Господом, желают эту самую любовь проявлять. Хорошо ли, плохо ли, они всегда есть. Много ли, мало ли таких людей. Вот. И я верю, что человек, ну, внимательное око, а может быть даже и не совсем внимательное, главное, чтобы оно было благодарным. Благодарное око, благодарное сердце всегда это увидит, таких людей. И, ну, прям это вот беда и горечь, когда люди в Церкви говорят, у нас в Церкви нет любви. Ну, я повторюсь, значит, это сам человек не проявляет ее. Вот. Или не благодарен был. Это очень печально. И вот, если вы замечаете в себе такие вот поползновения, такие внутренние, такое желание сказать, что вот в нашей Церкви, да, слабо. Вот у них-то там, да, вот у них вообще любовь, любовь-морковь. Вот как только приезжаешь к ним, сразу там любовь-морковь и сразу тебе и то, и все. А в нашей Церкви, что у нас? Все понятно. Ну, вот. Ну, я повторюсь. Вот это означает только одно, к сожалению. Вот. Смотрите, чем еще утешается Павел. Что он вот на протяжении второй главы и начала третьей главы все говорил Фессалоникийцам о том, что, ну, да, ребята, мы очень переживаем за вас, молимся, мы радуемся о вас. Вот Тимофея вам послали. И тут Тимофей говорит, да все нормально, Павел, они помнят о тебе, о нас. Они помнят труд любви, они думают о нас хорошо. То есть это тоже хорошее утешение, на самом деле классное, потому что Павел понимает, что труд, которым он трудился там, его команда трудилась, он не тщетен. Что Фессалоникийцы стоят в Господе и помнят о Павле, и даже под давлением обстоятельств не думают о Павле, плохо о его команде. Не думают плохо, не думают, что они какие-то мальчики или недостойные люди. Они помнят о Павле. Вот, и смотрите, чем утешается Павел на самом деле. То есть вообще в целом. Мы видим, что Павел утешается духовными вещами. Что его дело продолжается, ну, призвание его исполняется пред Господом. Что его труд, труд людей, которые с ним не пропал даром. Что на самом деле эти люди стоят в вере, они проявляют любовь. То есть Павел радуется вот об этих вещах. И, кстати, обратите внимание, что часто, часто очень складывается впечатление, что Павел какой-то супергерой. Но если мы будем внимательно читать послание, мы увидим, что Павел на самом деле, ну, такой человек, который часто был в каких-то страданиях, в борениях, в страхах в том числе, в переживаниях. Вот, например, здесь написано, что мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. То есть мы живы означает, что до этого они как-то плохо себя чувствовали. Помирали, короче говоря. Вот седьмой стих. У них скорбь и нужда. Смотрите, у них скорбь и нужда у Павла самого. Это подтверждается, ну, первое послание Коринфянам. И известно, что первое Коринфянам Павел написал, ой, вернее, извините, Фессалоникийцам послание Павел написал в Коринфе. И вот Павел в первом послании Коринфянам пишет о том, что какие у него переживания были уже в этих Коринфах. В Коринфе. В этом Коринфе. Вторая глава, третий стих. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. То есть вот состояние Павла. Я у вас был в страхе, в немощи, в великом трепете. Здесь он говорит, мы при всей скорби и нужде нашей. То есть Павел, смотрите, какими словами описывает свое состояние. А вот это не был Железный Феликс какой-то там, такой роботический человек, который, несмотря ни на что, там, шел, пер как танк там и так далее. Мы видим, что он испытывал постоянно нужду, какие-то страхи у него были, трепет, скорби. И в этом плане Павел вообще не отличался от нас. И мы часто вот так вот бывают, трепещем от каких-то переживаний или мыслей. Вот. Но вот даже в таких вот обстоятельствах мы видим, чем утешается Павел. Он не утешается тем, что он там, ну да-да-да, смотрите, в этом городе, слушайте, вода классная. Ну ладно, хорошо. Или там одежду ему какую-нибудь подарили. Или заработал на своих палатках. Вот нормальные деньги. И вот, наконец-то там пять палаток понаделал, не продавались полгода. Бах, продались вот все пять. Вот, слава богу, вообще круто. Вот. Это нормально, это классно, это радует, не может не радовать. Но вообще, по-серьезному говоря, Павел другими вещами утешается. Но он утешается верой и любовью, о которой он слышит от веселоникицев. Вот, дорогие братья и сестры, много чего я наговорил здесь. Давайте с вами, первое, давайте будем проявлять на самом деле сами любовь. Не ждать, что к нам она будет изливаться там изо всех, изо всех ведер будет она слиться любовь. Вот, а мы так уж посидим и так уж и быть примем. Вот, обратная должна быть картина, что мы должны быть этим ведром, из которого изливается любовь на других. Вот, и Господь, поверьте, позаботится о том, чтобы и на нас в этом случае любовь изливалась. Обратный порядок. И, конечно же, утешение, да, где мы ищем утешение, в чем ищем утешение. Не в том, что когда мы купим кроссовки новые или там помаду другую, ну, новую в смысле, или мальчик какую-нибудь там игруху себе на компьютер, или сам компьютер купит большой, красивый, мощный. Или какой-нибудь топор себе классный вообще купит мужчина. Но Павел утешается верой и любовью, утешается Господними вещами. Давайте и мы утешаться будем этими же вещами, искать этого в нашей жизни, искать подобного утешения, благодарения Господу. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, проявлять любовь и утешаться Тобой. Дай нам сердца, ищущие Тебя, ищущие Твоего, в первую очередь, научи нас, Господи. Поэтому благослови наш день и работы наши, и самое главное, пусть наши сердца будут управлены к Тебе, в Твою веру, в Твою любовь, Господи, в моем Иисусе Христа. Аминь. Аминь.